Возле памятника ликвидаторам чернобыльской трагедии сегодня людно. Власти Донецка, горожане и сами участники тех событий собрались здесь в день чествования чернобыльцев, но не у всех собравшихся одинаково торжественное настроение. Митингующие ликвидаторы говорят, что пришли сюда ради того, чтобы поддержать всеукраинскую акцию протеста и еще раз взглянуть в глаза тем чернобыльцам, которые пошли на компромисс с властями, говорит один из участников акции Владимир Деркач. Официальная часть дня чествования ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС прошла около 9 утра. Городские чиновники прошли по живому коридору, положили корзины с цветами у памятника и предложили всем присоединиться к ним. Но из-за проведения торжеств на час раньше большинство ликвидаторов разминулись с властями. На официальной части присутствовали в основном те чернобыльцы, которые прекратили протест и голодовку. Чествование с участием чиновникам длилось не больше 15 минут. В мэрии пообещали, все что могут для ликвидаторов сделают. Все вопросы, которые касаются материальной помощи, налечения и так далее, они все определены с городской организацией «Союз Чернобыль». Я еще раз хотел бы извиниться за политиков и за тех, кто нанес вам моральный и материальный ущерб. Выступление городского головы не все восприняли одинаково. Расколы в лагере протестующих превратил вчерашних сообщников в оппозиционеров. Кто-то подтверждает слова чиновников и уверяет, что городской совет всегда был на стороне ликвидаторов. Другие называют мероприятие фарсом и обманом. Я не верю. Выделят, понимаете, ну опять-таки особо одаренным. Особо одаренным. Так как составляют списки активно участвующих, голодающих и пассивно участвующих. Местные власти, местные власти, все время, на протяжении многих лет, всегда с большим вниманием относятся к нам. И буквально по всем нашим вопросам были приняты конкретные меры. Выделено 9 квартир на 2012 год в каждом районе. Помощь 100 тысяч оказана до конца года малоимущим. Кроме властей и самих ликвидаторов, начествований были и представители православной церкви Киевского патриархата. Отец Сергий, который на протяжении всей акции поддерживал протестующих, предложил почтить погибших минутой молчания и помолиться за всех, кто в 86-м был в Чернобыльской зоне. Господи, памятник, как благоприятных рабов твоих, ушедших чернобыльцев, и чтобы в жизни нагресили простые, потому что никто не безречен, но ты, что можешь и померлим дать в покой и молиться угодно перед Богом. Участвование ликвидаторов трагедии прошло без столкновений между разделившимися чернобыльцами. Вокруг спорящих плотными рядами стояла милиция, да и лидеры активистов призывали не разжигать конфликт. В завершении мероприятия треть ликвидаторов отправились на праздничный обед. Остальных пир от власти не заинтересовал. Оставшиеся чернобыльцы заявили, что не будут терпеть несправедливость и продолжат акции протеста. Анастасия Волкова, Георгий Жилич, Панорама.